Здравствуйте! У нас летом 2015 года в Москве прошел очередной 37-й Московский Международный кинофестиваль ММКФ. Замечательное событие. Говорят, что сейчас послабее стал набор фильмов, но все равно все фильмы там хорошие. Там просто нет плохих фильмов, потому что все они отобраны. Это фильмы очень сильно выше, чем то, что идет в прокате. После этого фестиваля трудно начать опять ходить в кинотеатр, потому что там все так, просто ваши слезы берут. И у нас в гостях член Федерации киноклубов России, но кандидат химических наук Владимир Семенович Линенко. Федерация киноклубов там, по-моему, свой даже вручала приз. Да, уже последний, я не помню, уже больше 10 лет мы вручаем свой приз. А вообще я на московских кинофестивалях пропустил только первый, 59-й год, пока я раньше был школьник. И начал со второго, в 61-м году, и потом пропустил еще три, меня не было в Москве. А все остальные, вот значит, считайте, 37 минус 4, 33 фестиваля я посетил. Ну, правда, это вот в последнее время нас уже много лет официально там аккредитуют, а в старые времена мы всякими правдами и неправдами туда пробивались. А сейчас мы там официально представлены, и вот даже приз получаем. Вот, но вот что я, я сразу скажу, что я, как, наверное, и многие телезрители, которые сейчас смотрят, посмотрел уже после фестиваля вашу эту серию репортажей. Вот, поэтому я думаю, что, так сказать, вот я даже буду скорее, так сказать, как-то отсылаться иногда, так сказать, к вашим. В общем, давайте обсудим. То есть вы мою точку зрения уже знаете, поэтому мы ему в видеодневнику, а теперь вот качество ваших, да? Так, давайте так вот вспомним. Вот Федерация Киноклубов, кому вы вручила первый приз, свой приз? Федерация Киноклубов, ну, давайте я к этому вернусь. Я вам объясню, почему, потому что вы там, так сказать, я согласен несколько, так сказать, с этой вашей оценкой, и не всегда, и не во всем согласен с оценкой нашей Федерации, тому, чего мы выручили приз. Поэтому я начну вот с чего. Я начну с фильма, который мне больше всего понравился в фестивалях, и который вы, к сожалению, не посмотрели. Так, какой же? Вы почему-то ушли, речь идет о фильме, болгарском фильме «Урок», а вы пошли на аргентинскую картину. Ну, меня тоже это очень удивилось, потому что как-то Бо-Бу-Бу, как это она называлась, да. Да, 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 по названию. Которая была в расписании пресс-клуба, и она только пошла, так сказать, несколько дней позже, а вы почему-то побежали. Я тоже ходил и в «Октябрь», но я ходил только на те фильмы, которые у нас в пресс-центре не шли, а зачем, так сказать, туда идти. Ну, это моя ошибка, признаю. Да, вот. Болгарский фильм «Урок» вам понравился, да? Да, «Урок». Значит, сразу, сейчас я чуть-чуть произнесу, скажу. Я его не видел. Да, вы его не видели, да. Сразу скажу, что на пресс-конференции, на которых вы, кстати, вот тоже на всех были, то, что смотрели, по крайней мере, вот, там, значит, по-моему, Кирилл вывел разлогов. В общем, наши отборщики сказали, что они, конечно, с удовольствием бы взяли и хотели взять в нашу программу фильм «Урок», но, к сожалению, он уже, так сказать, прошел и даже получил в Берлине, то есть по статусу «Наш фестиваль первой категории» он имеет право показывать только фильмы не премированные. Вот, поэтому они взяли второй, так сказать, которым предложили болгары, фильм «Лузеры», который, кстати, и стал, так сказать, лауреатом. А фильм «Урок» они показывали в ретроспетии болгарского кино, там, к столетию болгарского кино там была такая ретроспетия. Значит, опять же, прежде чем говорить о фильме, это говорит о том, что, так сказать, как было несколько лет тому назад, буквально совсем несколько, когда вдруг всплыла румынская киментография, и вы помните, был фильм, так сказать, как-то он назывался, что-то «3 месяца, 4 недели и 2 дня». И вообще, так сказать, какое-то время, так, 2-3 года назад румынская вырвалась даже, так сказать, и она упоминалась везде в международных, так сказать, обзорах. Правда, это что-то быстро на сегодняшний день происходит. Иранская так иногда выскакивает, и так она ценится. Так вот иранская бывает. И вот сейчас пришло время болгары. Это, кстати, их второй всплеск, потому что, так сказать, какое-то время там назад, опять я не помню, наверное, 80-е годы, у Болгарии был тоже всплеск, и, так сказать, один из фильмов, назывался он «Кинолюбитель», он тоже получил премию на каком-то из, ну, я их уже почти номера не помню, в московских кинофестивалях. А вот этот фильм «Лузеры», то есть «Неудачники», это такой фильм о, ну, старшеклассниках болгарских, очень он такой похож на советскую стилистику, понятное дело, Болгария – это такая, ну, в прошлом почти Советский Союз. Да, между прочим, тот же Кирилл, вот это уж точно был Кирилл Разбогов, поскольку он, так сказать, отборщик, он сказал, что на этом фестивале, кроме того, что вот болгары выплыли, вернулось, было пять фильмов, ну, грубо говоря, о школе, потому что эта тема всплыла вновь, как-то стала актуальна, и вот сейчас я как раз тогда, время пришло, вернусь к фильму «Урок», значит, фильм «Урок», он тоже о школе, но он фактически не о школе. Чем он особенно интересен, он гораздо более глубок. Там даже школа выполняет роль фона, а фильм о том, так сказать, насколько наши благие намерения иногда ввиду каких-то жизненных обстоятельств, они превращаются в противоположное, насколько мы должны, так сказать, ну, с одной стороны, не предавать свои идеалы, а с другой стороны, вынуждены. Короче говоря, я вам тогда вкратце телезрителям расскажу сюжет, значит, фильм начинается с того, что в классе обнаруживается, что, так сказать, кто-то из школьников, так сказать, украл. И она, значит, сначала предлагает сознаться, вот, потом она, так сказать, какие-то говорит, что, ладно, так сказать, тогда пусть, так сказать, вот я повешу, так сказать. А, а, украли деньги, вспомнил, мне никакие не вещи, просто деньги, деньги в сумочке. Вот. Я тут повешу конверт, пришприкрыл к доске, вот, и когда-нибудь кто-нибудь, вот, к следующему уроку, который у нас будет через два дня, вот. Вот, в общем, так сказать, пусть он спокойно, так сказать, положит эти деньги, и я его, так сказать, прощу. В общем, естественно, никто эти деньги не кладет. Она тогда подкладывает еще, так сказать, эти самые другие деньги, специально оставляет сумочку, так сказать, и выходит из класса. Провоцирует вторую кражу, да. А тут-то начинается второй ход сюжета. Вдруг раздается срочный звонок мобильника, и она все это бросает, и вынуждена, так сказать, бежать, мы еще не знаем почему. Вот. А в это время у нее, так сказать, деньги крадут. Вот. Я сейчас эту часть фильма, хотя там последовательность другая, закончу. Она там начинает со своими учениками разыгрывать, что вот, так сказать, эти денежки были меченые, и давно уже, так сказать, мне известно, так сказать, там отпечатки пальцев. Вот. Если вы не хотите, чтобы я это, так сказать, передала в милицию, ну, в общем, стала запугивать. Сознайтесь. Ага. Хотя никаких отпечатков пальцев. Ну, понятно, обычно нет. Вот. Они тоже никто не отреагировал. То есть у нее, так сказать, фиаско, и, так сказать, она уже, так сказать, обманывает. Все эти штучки педагогические сработали. А дальше начинается самое главное в сюжете. Оказывается, у нее, ее, так сказать, непутевый муж, так сказать, те деньги, которые, так сказать, она думала, что они так на что-то... Короче говоря, он там их пропивал в пиво, и у них образовалась огромная задолженность, ну, у них дом, видимо, в кредит взят. Вот. И приходится описывать их дом внезапно. Она вообще не в курсе. Муж что-то, так сказать, прыгает, говорит, я потом расскажу. Ну, в общем, это все, так сказать, это не очень интересные детали. В общем, дальше. Она очень длинная эпопея, как она пытается спасти, так сказать, все это дело. Она там занимает деньги, у нее еще, так сказать, крадут. Там ее тоже, так сказать... Короче, тяжелая постсоциалистическая реальность. В школе после, да, так сказать, там, где она... А, она в редакции еще подрабатывала и рассчитывала на этот гонорар. Она, да, она учительница английского языка, естественно. Вот. И в школе английским языком занимается и занималась переводами. В общем, буду сокращать, потому что у меня и по другим фильмам охотятся. Когда вот выяснилось, что это издательство разорилось, гонорар ее не выплатят. А там, у кого она деньги заняла, это выяснилось, что это тоже какой-то чуть не мафиози. Он грозит ей уже, так сказать, что тогда деньги не вернешь, твоих детей не будет. Это, в общем-то, вот то, что у нас было в 90-е годы. И смысл тот, что она вынуждена... Конечно, этот фильм, может быть, преувеличение, такая... Женщина сделать нападение на банк и, так сказать, деньги украсть. Вот. И расплатиться, и, значит... Там никаких последствий в фильме нету, хотя, так сказать, в жизни, наверное, они бы были. И вот она приходит, так сказать, в класс. В общем, я даже вот эту самую концовку не помню. Смысл, что-то у нее вроде спросили, ну, что мы будем делать. В общем, и она все эти дела, кражи денег из своей сумки спускает на тормозах. И начинает с детьми, как ни в чем не бывало, продолжать, так сказать, их учить доброму, светлому и чистому. Очень интересная постановка вопроса. И фильм сделан очень, кстати, прекрасная актерская игра. Все, так сказать, не одно... Там, в этом фильме совершенно нет, как вот во многих фильмах, там, дорога многочисленных этих планов. Либо, так сказать, из автомобиля мы едем, там, пейзажи, которые нам не нужны. Либо человек идет, а вот, так сказать, камера с ним... На этом фестивале было очень много вот таких фильмов, это теперь считается постмодернизм, когда просто камера следует за героем, вот она за ним следует, а ничего не... Она вроде бы жизнь, а на самом деле ничего не происходит. Здесь каждый эпизод, он выполняет свою определенную функцию. Фильм сколочен очень крепко. Это я вам рассказал только, так сказать, общую картину, детали. Вот, я на что обратил внимание, вот, скажем так, приз зрительских симпатий получил сербский фильм под названием «Анкваф». Вот, все. Теперь вот давайте, я вас прямо с полуслова понял, и мы тут же и к федерации. Значит, вы сами рассказывали, и это так было на самом деле, что, так сказать, в фойе был вывешен стенд, на который, значит, собирались данные... Да, действительно. Да, да, ваша федерация. Да, это Всероссийская Федерация, у нас, так сказать, не только москвичи, и даже не только Санкт-Петербург, но включая и Новосибирска. И была та же самая ситуация, что вот фильм «Анкваф», он как бы показан в первый день и у нас, и в октябре на следующий день, вот, и был, так сказать, ну, первым по времени, вот. И получил сразу, по-моему, ну, у них по пятибалльной системе, так сказать, там четыре... Ну, в общем, он на первом месте. А у нас, да, 7, ну, по десятибалльной, вот. Он был так 7-6, 7-6, и так и все остальные там были по 5-6 баллов. Ну, у нас с десятыми, поскольку все это делится. И когда, так сказать, прошел фильм наш, российский, этот самый, как же он назывался? Ну, «Орлеан». «Орлеан», да. Это такая фантастология, фиерея... Фильм «Орлеан», которому вот и достался приз Федерации киноклуба, он получил на одну десятую. Больше. Там 7-6, а здесь 7-7. А если бы мы посмотрели у нас там, так сказать, по регионам, то я не помню, кто Толь и Новосибирск. То есть там в двух местах ему было поставлено 10. И вот эти, так сказать, несколько человек, ну, они имеют полное право, конечно. И дали ему первое место. Да, и, так сказать, обеспечили... А вот, между прочим, последнее, по-моему, место в киноклубе дали фильму... По-моему, не последнее, мы дали, по-моему, дорога. Да, но это, может быть, милом ветру, так сказать, какой-нибудь, может, предпоследний или третий с конца. Но не последний, последняя дорога была. Вот. Значит, сейчас мы к этому тоже вернёмся. Значит, я первый же, я хочу сказать, что... Вот, и, может быть, про него стоит сказать. Я, так сказать, конечно, глубоко об этом сожалею, потому что, так сказать, урок это вне конкурсный, а из конкурсных, конечно, лучшим фильмом, я считаю, «Анклав». Вот. Я был совершенно, так сказать, уверен, что хоть что-то, так сказать, ему дадут. Тем более, надо сказать, так сказать, может быть, это и плохо, но он и, так сказать, в политическом смысле, мне казалось, был очень, так сказать, выгоден нам, потому что там ситуация, в общем, в чём-то, так сказать, напоминается. Ну, да, это, значит, в Боснии, Анклав, где живут сербы, и вот их вот обижают мусульмане, и вообще так вот там вот... Там-то пытаются найти какую-то светлую нить, светлую линию, а у сербского мальчика есть мусульманский друг, а в конце-то вот спрашивают того самого сербского мальчика, который играл этого сербского мальчика. А вот зрители наши не были, вот, а, значит, у вас спрашивают, ну, вот как вот может такое? Да, и всё резакует, вот, нет, ну, конечно, в этом фильме... Это самый, как, боснеец не может быть другом сербом, сказал. Если исключить эту политическую, так сказать, подоплёку, ну, которая неизбежна, потому что это реальная политическая ситуация, то фильм просто, так сказать, сам по себе, он сделан, так сказать, великолепно, и парень этот, который, так сказать, не профессионал, так сказать, ну, с детьми вообще, так сказать, сложно работать, вот, он превосходно совершенно играет, не говоря о том, что даже, так сказать, тот другой, который хорват, его, значит, визави, или какой, или тот, который стал другом потом, да. Нет, он не хорват, он боснеец. Ну, боснеец, я и говорю. Но его играл тоже серб. Да, да, его играл тоже серб, хотя один там хорват, так сказать, какого-то взрослого играл. Старика играл. Вот. Не хорват, и выиграл боснеец. Фу, все время я называю, да, 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 боснеец. Не боснеец, вернее, а албанец. Да, албанец, да. Ой, хорватия тут вообще, так сказать, это я машинально. Причем хорватия здесь? Да, да. Короче говоря, значит, вот, я могу, так сказать, может быть, какие-то члены нашей федерации, так сказать, услышат. Вот, я, тем не менее, свое мнение скажу. Я, так сказать, с этим решением не согласен. Наша федерация, кинотруб. Ну, там вот десятая доля только что училась. Да, вот. И пусть зрители знают, что фильм «Анклав», он отстал всего, так сказать, на одну десятую. И не заслуженно вообще, так сказать, я бы, в отличие от многих других фильмов, которые вы прямо в своих обзорах так и говорили, что вы их не увидите, вполне вероятно, что «Анклав» выйдет на наши экраны. И я всем, кто сейчас вот смотрит эту передачу, советую его посмотреть. Вот. Теперь, значит, что мы еще не обсудили? Ну, что ж, давайте вернемся к фильму, который вам понравился, а мне не понравился. Да, «Милый Ганс», «Дорогой Петр». Вот тут наше мнение не сошлись. Давайте я чуть-чуть тогда, раз он мне понравился, про него расскажу. Это такой, несколько абсурдно сделанный фильм, я скажу, с точки зрения нормального кинематографа. Значит, действие происходит в 41-м году в мае месяце, где-то вот в Советском Союзе, на маленьком стекольном заводе работает бригада немецких инженеров, которые должны сварить какое-то необыкновенное стекло. Да. Вот, значит, Советский Союз и Германия фашистская тогда еще были друзьями, у них был экономический обмен. Да. Вот, они там работают, варят стекло. И вот, значит, там несколько персонажей, один из них, значит, Ханс. Да, Ханс. Вот, Ханс. И причем снят он очень абсурдно. Значит, они вот между собой разговаривают, снимают так вот неподвижные камеры, то есть это вот сидят они за столом, что-то едят. Ну, как будто смотришь в театре сцену. Да. Ушли они куда-то там в своей комнатке. Так и видно, пустая сцена. Потом они вернулись, опять поругались. Ну, это вы уже подробно рассказывали в своем обзоре. Ну, да, ну, в обзоре-то никто не смотрел все равно. Ну, так вот, такой абсурд такой. Вообще, вот, в конце фильм, а фильм около двух часов идет, в конце фильм такая вот, ну, вот как жуешь, как вату, жуешь, жуешь, никакого ощущения. И вот в последний момент, вот, вот как это, так сказать, катарсис у вас называется, да? Да. А у нас называется «Вставило». Да. А так вот, раз, сразу вот так вот. Да. И вот, и все понял, все сложилось, да? Да. Вот такой фильм, так сказать, для интеллектуального развлечения. Нет, ну, вот я как раз вы... Нет, дело в том, что там в конце-то что происходит? В конце всего, когда вот это вот билиберду, мы все загрузили в голову, а мы как раз и поняли, что там было. Дорогой Ханс был, на самом деле, наверное, агентом Абвера, его все эти друзья русские, в том числе, дорогой Петр, тоже его агентуры были. Да. Ну, и все кончается. Для дорогого Ханса очень плохо. Вы сами пересказали себя, я хотел вас пересказать, значит, не важно. Но именно вот, да, вот вы там и говорили в своем обзоре, чтобы... И повторяю, что... Если бы, конечно, я смотрел бы в зрительном зале, я бы, наверное, может, ушел бы раньше. А так как я смотрел, вроде как мне положено смотреть, я вот... Нет, ну вот я вернусь к этому заключению. Вот вы сами все время говорите, что фильм это нудный, неинтересный, а в конце вот, ах, и передо мной открылось. Ну, открылось, что он был, так сказать, во-первых, предположительно, так сказать, вам это там... Ну, прям в немецкой форме приезжать, прям предположительно. Да, 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 там есть это. Ну, вот я хотел сказать, ну, с моей точки зрения, ну, для меня это не было, ну и что, так сказать, ну, выяснилось, что он был Адваром, так сказать, ну, ничего нового. А сам-то фильм, и вот еще раз возвращаю, вы так это подтверждаете, вот, он довольно-таки скучен, и вот тут я скажу, так сказать, самое главное. Режиссер этого фильма Миндадзе, который мы все знаем, так сказать, многие, много-много лет сценаристом проработал в паре с Вадимом Абдрашитовым, и вот у них, так сказать, когда у них так были действия, так сказать, функции разделены, Миндадзе был великолепным, так сказать, сценаристом, вот. Ну, правда, может быть, тут объяснение, что вот все, так сказать, начальные фильмы, начиная, там, поворот, слово для защиты, там, плюмбом, это он не сказал, он перед этим же, так сказать, он был юридическое образование, получил и работал не то адвокатом, не то в суде, поэтому это реальный случай из его практики. Миндадзе сам об этом рассказывал, вот, поэтому там было, кстати, на что опереться. Да, остановился поезд, это был реальный, так сказать, случай, вот, так сказать, разборка, вот. Ну, и даже, так сказать, потом, вот, пара планет уже не имеет никакого отношения, так сказать, к судебным случаям, вот. Но он работал в паре с, я считаю, одним из наших лучших режиссеров, Вадима Андрашитова, у них, так сказать, в совместном производстве ни одного, так сказать, такого фильма, так сказать, ну, что называется, не то что провального, а просто неудачного, нет. Вот. Потому что, понимаете, когда разделенные функции, сценарист, он, короче говоря, вот сейчас Миндадзе писал, так сказать, видимо, свой сценарий уже под себя же и под режиссера, вот. А когда ты пишешь просто, так сказать, а пусть режиссер, так сказать, там разбирается и все это, так сказать, ставит, то сценарист более, так сказать, ну, с одной стороны, не предвзятый, а с другой стороны, более, так сказать, строго подходит к развитию сюжета, к тому, как, так сказать, диалоги, так сказать, вот. В общем, короче говоря, пусть на меня, так сказать, Миндадзе не обижается, но это, по-моему, его уже третий фильм. Я не помню, какой был второй, а первый был фильм, там что-то происходило на, у нас, так сказать, на атомной электростанции, там сюжет сам заключается в том, что главный герой уже знал, что все облачено и что радиация, вот, и, так сказать, его там, какая-то девушка уговаривает уехать, а он никак, так сказать, не уезжает. В общем, так сказать, в общем, фильмы Миндадзе и режиссера все три мне не нравятся, так сказать, ну, это мое, так сказать, личное, так сказать, личное ваше мнение. Да, они какие-то все очень, так сказать, занудные, занудные. Вот. Взяли и испортили настроение. Так, а можно я вас вот еще спрошу? Да, давайте. Вот, смотрите-ка, вот в прошлом году на кинофестивале московском победил японский фильм «Мой мужчина» называется. Да. Помните, да? Фильм вообще, вроде как, очень хорошо снят и все такое прочее, но понятное дело, все-таки фестивальный фильм. Но у него была такая очень интересная тематика. Значит, речь шла о, ну, фактически, инцесте некого, значит, папой со своей дочкой. Да. Вот. И он получил первое место. Вот в этом году вот такого рода фильма как-то на первое место не вышли. Это что, говорит как-то вот об изменении вкусов жюри фестиваля? Когда они стали более классическими? Да я не думаю. Я думаю, вообще-то, хоть если возвращаться к многое на этом фестивале, я согласен с вами, что на любой фестиваль, так сказать, если сравнить с нашим обычным прокатом, то все-таки есть... Кино не для всех, и хорошее кино. Нет, даже и так и для всех. Кстати, и для всех стало меньше, потому что на фестивале вообще, так сказать, фильмы идут по рубрикам. Короче говоря, вот на этом нашем фестивале сейчас, так сказать, таких, так сказать, кассовых... Ну, там были на прошлом фестивале были такие примеры, эти планеты обезьян, вот эти вот трансформеры были. Вот я имею в виду такие, то, что называется кассовые, блокбастерские. Значит, на этом фестивале, так сказать, во-первых, он был короче, так сказать, на три дня. Во-вторых, так сказать, в многих традиционных рубриках, как, так сказать, таких, так сказать, ну, можно сказать, киноманских, так и наоборот, фильмов, так сказать, широкого проката, их было гораздо меньше. Все это объясняется такими двумя вещами. Во-первых, чисто финансы, денег меньше, а во-вторых, и, так сказать, вы думаете, только продуктов касается, так сказать, санкции, они касаются всего. Фильмы, так сказать, не, конечно, лучшие фильмы, так сказать, просто не дают, они просто уходят, так сказать, раньше. Поэтому я думаю, в том числе, так сказать, потому что, в общем, эти фильмы, так сказать, такие вот, про которые вот вы рассказывали, про астросюжетный, они тоже, так сказать, представляют большой интерес для проката, И они тоже ушли на другие фестивали Я думаю, что было бы возможность Взяли бы Ну ладно, время наше вообще уже кончилось Ну вот и публике наше спасибо За то, что они слушали нас сбивчиво Рассказ о кинофестивале Это рассказ с нашими впечатлениями Еще очень много осталось Мы пытались Поделиться друг с другом Сверху впечатлениями Получился какой-то кавардак Мы друг друга перебираем Ну всех благ, спасибо